Выставки хороши тем, что я могу показать новинки. И вот здесь на выставке я покажу одну из самых дорогих кухонь Волкучина. Посмотрите, как организовано пространство гостиной зоны. И смотрите, витрина вот такая, как хрустальный флакон. Я впервые вижу такое интересное решение. И я буду тогда регулярно для вас снимать обзоры кухонь. Всем привет! Я Ольга Куликина, дизайнер интерьеров. Я нахожусь в Милане на выставке в рамках и салоне. И нахожусь в центре Милана. И сегодня я вам покажу обзор кухонь. И вот здесь на выставке я покажу одну из самых дорогих кухонь Волкучина. Посмотрите, все лаконично. Судя по всему, здесь где-то спрятаны шкафчики. Может быть, они с пульта открываются. Стеклянные фасады. И безручка. И здесь можно прихватить вот за этот скос. Подвижные ящики. Опять же, посмотрите, один ящик. А здесь что у нас? Еще один ящик. Друг за другом выдвигаются. Здесь посудомоечная машина. Визуально фасад состоит из двух стекол, чтобы дизайн сохранить. Но при этом это одна фасадная дверца посудомоечной машины. Вот такой выдвижной под мойкой ящик с вырезом для сифона. Нижняя часть вот с помощью нажимания, пуш. И здесь мусорные бедра для сортировки мусора. Здесь, посмотрите, вот такая толстая столешница из мурального камня. Но при этом вот это оказываются выдвижные ящички. Глубойкие ящики. Здесь можно хранить кастрюли. Кстати, глубина достаточно большая. Мне кажется, больше 60 сантиметров. Здесь барная стойка или полубарная. Полубарные стулья сюда надо ставить. Сюда, видите, крепятся розетки. Зарядные для, не знаю, телефона. USB-порт. Вот им можно поставить любой какой-то предмет. Я не знаю, кофеварку или какой-то там миксер. Все это там что-то на этой столешнице или на этой приготовить. Или зарядить свой любимый мобильный телефон. Здесь у нас вот тоже система выдвижная. За стеклянными фасадами. И вот такой вот аптекарский шкафчик, который лучше поставить, скажем, в центре композиции, чтобы можно было как с одной стороны брать предметы, так и с другой. Когда черные стеклянные фасады, конечно, хорошо вписывается черная техника бытовая. Это, судя по всему, микроволновая пища. А это духовой шкаф. И получается, когда в таком дизайне технику не видно, просто большой черный стеклянный шкаф. Вот. Издали посмотреть. А теперь давайте подробно разберем, из чего состоит эта кухня. Кухонная композиция состоит из части верхней шкафы до потолка. И вот эти вот антресольные достаточно сложно будет достать. Рабочая поверхность, где располагается мойка. Варочная поверхность. Глубина столешницы больше, чем обычная, потому что там располагаются под верхними шкафами еще различные полки. Все фасады вертикальные. В отделке, судя по всему, из керамогранита под мрамор. И тонкая-тонкая столешница. Обратите внимание, что здесь невысокий цоколь. Порядка, наверное, 8 сантиметров он везде идет. Что касается нижних шкафчиков, они вертикально расположены. Фасады без ручек, но здесь вот такой шкос есть, чтобы можно было легко ухватиться за фасад и открыть любой из них. Здесь есть выдвижные. Причем, видите, здесь несколько даже шкафчиков за единым фасадом. Столешница тонкая, сантиметровая, из керамогранита. И завершает композицию вот такая боковина тонкая. Чтобы композиция была цельной. Нижние шкафчики посмотрим дальше. Есть, посмотрите, подсветка вот этих полок. Посудомоечная машина. Здесь для мусора блок выдвижной. В этой части еще тоже разделитель мусора. Здесь очень большая мойка, сантиметров 90, наверное, которая выполнена, ну, скажем, она даже не встраиваемая снизу. Видимо, только дно встраивается. Вот она собрана из такой столешницы. Боковина тоже из этого керамогранита. Это металлическое дно. Она порядка 90 сантиметров. Сюда можно, например, шампура положить. И получается, что, видите, вот таким образом она где-то, этот модуль, метр двадцать даже. Современный смеситель в урбанистическом стиле. И есть вот такой душик. А это управление. Смотрите, как сделано. Глубина столешницы больше, чем 60 сантиметров. Наверное, где-то вот на 10 сантиметров. Которые предусмотрены для вот таких полок, где можно поставить какие-то чашечки, чтобы они были сразу под рукой. Это бокс для, наверное, может быть, ножей или еще чего-то. Всевозможные розетки, которые можно, в принципе, снимать. Вот я не знаю, как это. Здесь USB-порт, потому что вдруг вы готовите блюдо по какому-то интернет-предложению. Здесь вы можете поставить iPad, что очень удобно. И розетки, чтобы какие-то там миксеры подключить и прочее. Эти шкафчики высокие. Вот посмотрите. То есть в той части, я думаю, что это как андресолями пользоваться и хранить что-то, то, чем вы пользуетесь нечасто. Пользоваться в основном можно только вот этими полками двумя. Здесь встроена заподлицо подсветка. В корпус шкафа и вот в этот металлический, как бы в эту металлическую кромку тоже. Здесь вы можете разместить вытяжку. Большая варочная поверхность, наверное, на 80 или 90 сантиметров. И большая вытяжка. Здесь шкафы располагаются, где можно разместить холодильник. Какие-то там еще части я вам покажу внутренности. Посмотрим этот шкафчик. Этот шкафчик, видите, там такая планка. Но чтобы доставать предметы было удобно из внутренней части шкафчика с большой глубиной 70 сантиметров, здесь производитель предлагает вот такие выдвижные элементы. И вы легко сможете достать даже из самых дальних уголков предметы какие-то, которые будут храниться в этой части пространства. Здесь электроботовые приборы. Вот это вот движные ящики, видите, тут за уголок надо брать. И это, кстати говоря, вакуумизатор. Духовой шкаф, он на 45 сантиметров. Здесь это разогреватель посуды. Ну, в лучших ресторанах всегда рекомендовано подавать еду в теплой посуде. Ну, здесь же вы можете иногда чуть-чуть поддерживать в тепле еду, которую вы приготовили, и кто-то из ваших членов семьи не успел подойти. Вовремя. Вот включение, но я не буду показывать, как этим пользоваться. Здесь строен холодильник. И вот эти все ящички. Далее композиция переходит с полкой в широкую столешницу и барную стойку с высокими барными стульями. Посмотрите, как организовано пространство гостиной зоны. Мягкие диваны, достаточно низкие, сложные конфигурации. Стоит креслица, низкие столики журнальные. Композиция на стене состоит из открытых полок. То есть здесь можно хранить книги и какие-то красивые аксессуары. Еще одна кухня специально для вас. Посмотрите, она состоит из шкафов, в котором встроена бытовая техника, и большого острова, в котором встроена варочная поверхность и мойка. Давайте разберем поближе эту кухню. Так, что мы здесь видим? Широкий остров, наверное, метр десять шириной. Эти боковины просто закрывают, скажем, некрасивую часть. Выдвижные ящики под варочной поверхностью есть. Верхние и нижние. Так, вот это посмотрим. О, здесь посудомоечная машина встроена. И мойка из двух чаш состоит с одним совместителем. Посмотрите, для сифона. Вот это вот для сифона место предусмотрено. Здесь бедра. И вот вдали можно было бы поставить вот так в столик. Что касается этой композиции, я прямо при вас буду открывать и смотреть. Смотрите, здесь есть очень интересная система. Смотрите, вот такая, где можно хранить какие-то нужные для вас предметы. И, видимо, регулируется высота. За другой фасадной версией мы видим просто полки. Здесь бытовые приборы встроены. И посмотрите, как обустроено. Вот здесь какие-то красивые столовые приборы можно положить. Что-то еще. А здесь чашки. Эти тарелки, например, чашки. В этой части еще вы можете что-то положить. Зона хранения. Нажимные шкафчики. Дверси открываются с помощью нажатия, точнее говоря. Здесь тяжело открывается, это морозильная камера. А это холодильное отделение. Итак, вы можете сделать, соответственно, такую композицию. Целая стена шкафов, где холодильники, где есть всевозможные бытовые приборы, там, духовка и прочее, какие-то полки. Нет верхних шкафов. И в острове все заключено. Это варочная поверхность, посудомоечная машина, если помните. И мойка. Посмотрите, какие классные часы на стене. Они не загружают пространство. Вы всегда можете посмотреть время. Это как некий арт-объект. Потом здесь вот такой симпатичный какой-то комод с выдвижными ящиками. Это, кстати, металл. Мне кажется, это такая фабрика Хорма, если я не путаю, которая индивидуально такие предметы делает. И смотрите, витрина вот такая, как хрустальный флакон. Я впервые вижу такое интересное решение. Мне кажется, смотрится очень симпатично. А как вы думаете? Посмотрите, какое интересное решение от итальянской компании. Остров с барной стойкой. И вдали мы видим полностью из металла кухню. И эту кухню можно закрыть вот такими дверцами. Смотрите. Смотрите, какая красота. То есть вот я отхожу, и мы видим, что здесь остров кухонный, а там все закрыто. Посмотрите, какое симпатичное решение. А теперь посмотрим, из чего же состоит это чудо-кухня. Здесь у нас мойка. Металлическая мойка и металлическая столешница. То есть этот производитель предлагает вот сейчас из металла такую мойку. Этот шкафчик мало функционален, но тем не менее, тоже можно пользоваться. Это ручки утопленные. Вот так вот. Утопленный фасад. То есть они видимые. И организация сбора мусора в разных контейнерах. Варочная поверхность с вытяжкой, встроенной в столешницу. Вот обратите внимание на это решение. Такое решение возможно. Здесь специи, все необходимые предметы для приготовления на плите. Здесь еще какие-то там чугунные сковородки. То есть очень много мест хранения. В этой части находится барная стойка, которая чуть-чуть выше высоты столешницы. Высота столешницы для приготовления пищи обычно 91 сантиметр. Здесь на толщину столешницы больше. Ну, наверное, где-то около метра. Производители предусмотрели удобную планку для ног, для тех, кто будет сидеть на полубарных стульчиках. Ну, а за теми раздвижными дверьми находится кухня, выполненная полностью из металла. И здесь, ну, по очереди разберем. Шкафчик какой-то неглубокий для хранения нужных вам вещей. Посмотрите, здесь, конечно же, есть предусмотрена вентиляция для холодильника в нижней части. Здесь холодильное и морозильное отделение, спрятанное за остальными фасадами. В верхней части, конечно же, есть еще место хранения чутятницы или гусятницы. Здесь есть мойка и вот газовая плита с какими-то чугунными вот этими решетками. Над этой зоной расположена вытяжка на всю длину этой зоны. Металлические поверхности фартука и еще открытые полки с подсветкой для хранения каких-то специй, каких-то нужных стаканчиков. Здесь встроена бытовая техника немецкого производителя. Видимо, это микроволновка, это, судя по всему, духовой шкаф. И обратите внимание, что многие производители на сегодняшний день эти предметы делают без ручек. Верхние полки с подсветкой и в этой части еще опять неглубокие шкафчики. Выдвижные шкафчики. Вот еще пространство, даже посудомоечную машину можно тоже встроить в такой модуль. Посмотрите, высокие модули. Внизу посудомоечная машина, здесь далее подогреватель посуды и микроволновая печь. Ну что, опять решение с островом. Если у вас кухня, ну не знаю, 30 квадратных метров, то вы можете здесь все компактно так скомпоновать. В острове есть выдвижные ящики со стороны, где столешницы, здесь можно, не знаю, что-то нарезать. Видите, здесь в экспозиции даже положили досочки и заливы. С противоположной стороны можно помыть посуду. Это контейнер даже для мусора, то есть, например, овощи можно сюда скидывать. Газовая плита с чугунными решетками, вот они так поднимаются, чтобы можно было помыть. И управление этой газовой плитой. В нижней части располагаются еще очень удобные различные ящики, где можно и весы хранить, и какие-то ложки для приготовления, подмойка, естественно, моющие вещества и ведра разделителя мусора. В этой части, давайте посмотрим, что здесь. А здесь вот так вы можете встроить, собственно, электроустановочный прибор. Они бывают на 2 и бывают до 5 ну, как бы, вот этих вот отверстий для вилок. И спрятать, когда вы ничего не готовите. Здесь тоже можно еще что-то для удобства приготовления положить. А вот столовую зону присоединить прямо к кухне. Вот таким образом поставить стол. И здесь, я думаю, что если не ставить такие широкие удобные кресла, то можно поместить не 5, а даже 7 человек. Вот такое решение предлагает производитель. при этом есть возможность кроме острова сделать еще вот такую зону, которая спрячется за дверцами, гармошками. Вот так вот мы можем закрыть красивые красные фасады. И получается очень аккуратно вся зона приготовления спрятана. То есть, в принципе, вы можете кухню в той части разместить, в этой части поставить стол допустим без острова и у вас получается композиция, которую можно разместить, объединив с гостиной и все у нас спрятано. Вот таким образом ручка дает возможность открыть это пространство. Здесь контейнер для мусора. В этой части посудомоечная машина. И что же прячется здесь? А на самом деле здесь еще находятся вот за одним фасадом ящички для специй, для ложек, для вилок и всего прочего. Ну, а здесь холодильник. Друзья, ну как вам, понравились такие кухонные решения? Если понравились, то обязательно ставьте лайки. Очередная кухня с барной столешницей. барная столешница отделяется зоной приготовления пищи с помощью стекла. В той части находится остров, в данном случае это полуостров, потому что там идет примыкание к стене, где располагается зона приготовления пищи. Посмотрите, как выполнено здесь. Вот эта ручка называется голод. То есть это не часть фасада, а ручка, которая крепится по всей величине фасада, имея такое углубление и металл. Здесь есть еще выдвижные модули. Это на самом деле здесь только мойка. Варочная поверхность здесь не установлена, но есть специальные такие вот поставки, которые можно использовать может быть для сушки, может быть еще для чего-то. Под мойкой находится как всегда контейнер для мусора. Посудомоечная машина расположена рядом с мойкой. В этой части еще какая-то зона хранения с различными шкафчиками. Здесь мы видим для мусора, я думаю, овощи сюда можно скидывать, тоже мойка. То есть поскольку это экспозиция кухонной фабрики, тут максимально и там и там мойка. Кстати говоря, можно в загородных гостей, чтобы они не сидели, пока вы их обслужите, а тоже один из гостей у одной мойки моет овощи, другой из гостей у другой. Вы в это время готовите на прекрасной варочной поверхности индукционной плите и все предели занимаются приготовлением пищи, а потом чтобы все вместе это пробовать. Верхние шкафчики здесь вытяжка, большая варочная поверхность и большая вытяжка. Она причем спрятана за стеклянным фасадом, но очень красиво закрыта шпанированными элементами мебельного корпуса. В этой части находятся тоже полки для тарелок. В доступной зоне находятся полочки по всей длине для специй, ну и что-то вот то, что под руку должно попадать легко, не лазить. Здесь шкафчик для хранения каких-нибудь нужных вещей. Вот еще приборы встроенные, так вот идет линия с фасадами. Здесь холодильник и морозильная камера. И обратите внимание, вот эти ручки врезаны в фасады, а эти ручки выступающие. Просто чтобы открыть холодильник требуется больший упор, поэтому они длинные. Перед нами очередное решение по кухне. Цветовое решение это сочетание натурального дерева и матовых серых фасадов. Полуостров, то есть это вот такая тумба, которая приставляется к стене, образуя полуостров. И также соединяется со столешницей, которая на высоте стандартного стола, это не барная стойка, здесь стандартные стулья, идут вот так вот по периметру и выходят вот сюда тоже столом. То есть стол присоединяется к островной части. Над столом фиксируются светильники, освещающие зону обеденную, обеденную группу. Это компактное решение, то есть у вас и кухня, и столовая группа может поместиться в более компактном пространстве, поэтому используйте эту идею. Здесь опять же что у нас? Холодильник, кстати, он холодный, холодильник холодный, и вот такой выдвижной модуль для хранения разных кухонных штучек. Это вот тоже без ручки, я не знаю, как открывается. В нижней части шкафчики, какая-то витрина для, кстати говоря, видите, можно убрать стекло, и здесь у вас могут быть всякие миксеры. В этой части аптекарский шкафчик, так называется, вот этот элемент. Вверх поднимающиеся фасады, матовое покрытие, задвигаем аптекарский шкафчик, и здесь еще один холодильник, если у вас большая семья, то два холодильника было бы неплохо иметь. Газовая плита, под ней для кастрюли, для столовых приборов, ящички, здесь выдвижные ящики еще для столовых приборов, это на метр двадцать, здесь посудомоечная машина, и мойка с контейнерами для мусора. Стекло отделяет от зоны столовой, потому что если будет что-то брызгаться вода, то это хорошее решение. На дворочной поверхности вы видите вытяжку, здесь просто вот эта композиция полочка для красоты с подсветкой, для освещения вот этой зоны. Здесь наверное выдвижной экранчик, да, вот тоже мне кажется классная штука. Смотрите, симметрично относительно оси расположена кухня и фасады шкафов покрашены в цвет мебели, в цвет стен, и тогда получается, что видны только вот в данном случае, если это кухня, то только вот эти приборы и какие-то ручки. И не создается впечатление, что в интерьере нагромождена мебель. Вот получается кухонный фронт с холодильниками, высокими шкафами, обеденная зона и зона приготовления пищи. Вот еще одна кухня. Смотрите, как можно хранить всевозможные бытовые приборы. Ручка, смотрите, как элегантно смотрится, черный фасад, натуральный камень. Здесь, ну, как всегда, все под мойкой. Да, мусорные контейнеры и, естественно, посудомоечная машина. В этой части еще полки. Ну, холодильники, видимо, предусматриваются устанавливать в той части. Посмотрите, какой большой остров получился. Здесь прям буквально все. Посмотрите, вытяжка проходит над всем острым. В этой части мы видим барную стойку. Посмотрите, вот таким образом сделан полностью фронт кухонный. Я иногда вам тоже предлагаю, дорогие зрители, мои клиенты, сделать кухню и между кухонными фасадами сделать какие-то дверцы. И вот здесь на выставке мы видим, видите, это вход в другое помещение, которое разрывает кухонный фронт. Вот таким образом тоже можно делать проход сквозь кухню в какое-то потайное помещение или не потайное. Друзья, если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайки. Не забывайте про инстаграм. А сегодня всем пока! А сейчас мне предложили посмотреть какой-то концептуальный шоурум. Вау! Посмотрите, как оформлен коридор. Посмотрите, какой изумительной красоты торшер. Вау! Интересный полотенцесушитель. Такой дизайн-радиатор. Смотрите, тот самый светильник, который мы использовали в интерьере. В интерьере. В интерьере. Субтитры создавал DimaTorzok